Это необычный забор проб на предприятии. В этот раз инспекторы Министерства экологии пригласили общественников на проверку. Уже вторую неделю жители Канцка жалуются на густую дымку и неприятный запах. Люди уверены, что предприниматели работают с нарушениями. Как только растает снег, нам всем вместе взяться за борьбу с этим проездом. Вот такая моя позиция. Однако попасть на территорию лесопромышленных предприятий оказалось не так-то просто. Ссылаясь на частную собственность, некоторые организации просто не пустили делегацию во главе с местными экологами. Те же, кто разрешил войти, оказались чуть ли не образцовыми в плане соблюдения законодательства. Самое главное, нужно работать, правильно работать, изучать законодательство, чтобы на каждом предприятии был собственный эколог. Это самое главное. Пять котлов у нас на предприятии, но на каждый котел собственное очистное оборудование. Побывали общественники с проверкой и на одном из предприятий, где идет работа с особо вредными веществами. Пиролизные печи здесь работают без остановки. Общественники сразу отметили неприятный запах, который на предприятии повсюду, несмотря на проветривание. Именно так, говорят люди, пахнет в городе. Казалось бы, да, незакрытое пространство. С одной и с другой стороны открыты входы. И может быть, должно быть проветривание, да, но находиться там невозможно действительно. Стоит отметить, что данные проверки знали не только лесопромышленники, но и все жители Каннска, так как об инспекции объявили заранее. Как объяснили специалисты, зайти на территорию частных предприятий без предупреждения просто незаконно. Пока есть вопрос к предприятиям, да, и здесь нам важно с ними продолжать взаимодействие уже в рабочем порядке, чтобы все-таки шла планомерная модернизация производства, да, и с учетом специфики погодных, это вот, то есть условий в городе, они предпринимали меры по снижению выброса вредных загрязняющих веществ. Что касается проб атмосферного воздуха, то их результаты будут известны на следующей неделе. Тогда же станет ясно, у кого очистное оборудование есть не только на словах. Анна Московская по материалам телекомпании 5 канал Каннск, Енисей, новости.